Основную часть икон в конце 90-х, начале 2000-х годов художественному музею передала Брянская таможня. Несколько образов были подарены учреждению еще в 70-х. Состояние некоторых из них, как, например, икон Покров Пресвятой Богородицы или Ветхозаветная Троица, было таким плачевным, что выставлять их в залах просто не представлялось возможным. Судьбу икон предрешил проект, разработанный сотрудниками музея в 2007 году. Два года спустя, в 2009-м, проект наконец-то был включен в целевую программу «Культура России». Федеральные средства и позволили музею отреставрировать 12 икон, датируемых XIX веком. Благодаря очень кропотливому труду реставраторов, долгому труду, длительному, эти иконы сейчас мы можем видеть. Сам по себе процесс реставрации очень трудоемок и кропотлив, требует огромного мастерства. У нас есть свои требования к реставраторам и к их работе. То есть памятник должен быть спасен от гибели, но не дописан, не дорисован. То есть памятник должен сохранить в себе все, что было вложено в него автором. С этой задачей успешно справились реставраторы. Воссоздавали древние лики не только московские специалисты. Особенно ветхие, неподлежащие транспортировке, возвращались к жизни в брянских мастерских. Сравнить, какими иконы были до реставрации, сейчас смогут все посетители выставки. Она будет работать до 30 апреля. Проект «Возрожденные лики» в музее считают одним из важнейших, поскольку он позволяет выполнять главную задачу — сохранять культурное наследие для потомков. Уже в будущем году, надеются здесь, посетители музея смогут увидеть еще семь отреставрированных икон. Елена Бочкарева, Аристарх Никитин, События Брянск.